Друзья мои, всем привет! Я хотел бы дать свою собственную оценку такому пониманию, как жрец и жречество. У нас за долгие годы нашей жизни ну, может быть, конечно, не у всех долгие годы жизни да и я что-то вроде еще не старый чтобы говорить за долгие годы жизни но мы привыкли, что такое понятие, как жрец и жречество относится именно к темной стороне жизни то есть обычно, насколько я помню в христианстве мы проповедовали, допустим когда Моисей пошел освобождать свой народ из Египта то египетские жрецы были подражателями Моисею и на основании своих жреческих чар они могли также сотворять змей и также наводить там какие-то бедствия всегда, когда упоминается жречество то всегда присутствует, так скажем, оценка этому понятию как заниженная то есть обычно жрецами или жрецами считаются какие-нибудь как раньше помню, нас учили, что вот в древнем там язычестве были, значит, при храмах жрецы любви ну, типа храмовые проститутки вот, и, значит, эти жрецы выполняли там всякие безобразия, значит, в ритуалах разного посвящения где жрецы и жрецы проводили там свои значит, темные делишки, темные ритуалы которые сопровождались сексуальными, значит, актами вот такими и размышляя на эту тему я уже неоднократно задавался себе вопросом понимая, что мы живем здесь как бы в мире зазеркалье где у нас все перевернуто с ног на голову то есть все вот так как бы шиворот на выворот но мне для понимания некоторых вопросов помогает именно наш простой русский язык а в частности, очень хорошо для понимания смысловой нагрузки слов очень помогает наша древнеславянская буквица вы ее элементарно можете найти в интернете и посмотреть на энергетику на смысловую нагрузку каждой буквы а также через это вы можете понимать очень многие смыслы и значения изначальных слов конечно, сегодня многие слова, которые мы употребляем они несут разный характер допустим, одно и то же слово может иметь как положительное, так и отрицательное воздействие слово, вообще слово, да? я рассматриваю как обвертку как футляр, в котором передается энергия к примеру, такое слово, ну элементарное, как овца с одной стороны, овца может выглядеть именно ругательным словом а с другой стороны, овца может выглядеть и положительно смотря в какое русло направляется данное слово и какое энергетическое значение вы туда вкладываете то есть, какая мысль то есть, слово может быть одно и то же слово может иметь в себе разную энергетику как положительную, так и отрицательную то есть, мы это все понимаем так вот, с позиции славянской буквицы слово жрец само по себе не может нести отрицательную энергетику то есть, даже само слово и сама функция жреца и жречества не может нести негативную нагрузку потому что в самом слове находится энергия жизни жрец не может быть темным сам по себе объясняю жель, это всегда связано с жизнью жизнь, живо, живот и рецы, рецы это то, что связано с речью или с рекой отсюда же слово речь или рецы или речка поэтому наша речь, она журчит как река, как речка и если наша речь чиста сама по себе то наше жизнеречение не может быть темным почему? потому что жрец это человек, который имеет в себе слова жизни это слова жизни, которые как реки проистекают из души, из сердца такого человека если меня слушают христиане то в Евангелии есть хорошая цитата по этому поводу из чрева вашего потекут реки воды живой чрево наше, чрево наше человека это разум разум, это чрево нашего духа, так скажем нашей энергии и чрево, оно не вот здесь где-то находится чрево находится вот здесь и вот здесь у нас находится энергетический канал высшая коронная чакра отвечающая за связь с небом с космосом как вам нравится, можете давать определение я это называю связь с небесной матерью любовью это в моем случае вы можете называть так, как вам это нравится далее так вот, жрец это жизнеречение поэтому человек, обладающий жизнью, речением то есть словами которые являются жизненно важными и жизненно необходимыми не может быть сам по себе темным человеком потому что темный никак не может быть связанным с жизнью темный человек может быть связан только с демоническим миром и с миром тьмы с миром смерти поэтому называть человека, к примеру, темным жрецом или темное жречество по определению является искажением это то же самое, как говорить пьяный трезвый или больной здоровый ну или как-то так это как-то несовместимо то есть ты либо пьяный, либо трезвый либо живой, либо мертвый вот и поэтому жрец это по определению или жрица светлый человек кстати, я не верю, что настоящие жрицы любви как нам раньше говорили это типа храмовые проститутки ну абсурд но я верю в женское жречество в виде ведающих женщин часто их называли ведьмами а мы знаем, что это означает как ведающая мать обычно это старые женщины обладающие большим ну это может быть не только старая ведающая, может быть и молодая женщина тут все зависит от ее кармического, так скажем проявления да, вот здесь в жизни это ее энергетики накопленная в предыдущих жизнях то есть можно быть просвещенной женщиной ведающей и в молодом возрасте девицей даже можно быть так что здесь мы должны понимать эти вопросы дальше поэтому ведающие женщины ведающие жрицы жрицы любви любовь это именно более женское качество любовь она женского рода любовь это мать всем нам поэтому я не верю что настоящие жрицы любви небесной могли быть какими-то полухрамовыми там проститутками но это абсурд вот или как жрицы не могли быть темными жрец может быть только светлым и любой человек не каждый может так скажем назваться жрецом это уже родовая линия основанная на твоих воплощениях на твоих реинкарнациях если ты двигаешься всегда в этом направлении то от одной жизни к другой ты будешь приходить более и более к жизни осознанности и передавать людям слова жизни то есть ты будешь жизнь рекущей твои слова они будут поддерживать людей они будут являться ключами к проявлению осознанности людям то есть твой язык твоя речь твои жизни речения будут открывать людям ум к пониманию жизни к пониманию жизненно важных процессов твои слова если ты действительно жрец то жрец он соединен с родовым каналом и у него мудрость есть настоящая божественная мудрость которая действительно как слово знания знания которое приходит с неба божественные веды веды это ведание то есть понимание знания они действительно будут изменять жизнь человека изменять во многих ключевых жизненных вопросах его мышление его отношение к жизни и такими словами обладают именно жрецы и жрица ведающие мужчины и ведающие женщины поэтому жрец жизнерекущий человек или жрица по определению не может быть темным поэтому темных можно называть не жрецами а какими нибудь там я не знаю там темное слово любое пододвиньте там какие нибудь ну там смерды какие нибудь там смердячие там или там зловон зловонцы там какие нибудь там ну что-то с этим но никак не жрецы люди служащие тьме жрецами жизнерекущими по определению быть не могут они могут быть только смерти рекущими смерды то есть какие нибудь там зловонные вот передающие через себя энергетику зла тьмы мрака хаоса там и всего остального поэтому жрец это светлый чистый человек от Бога мужчина и женщина увидимся на этом у меня все субтитры субтитры субтитры